В послании Федеральному собранию Владимир Путин обратил внимание на демографическую ситуацию в стране. Уже три года отмечается естественный прирост населения, но при этом уменьшается количество первенцев. Отозвались эхом лихие 90-е. Не исключение и наш регион. Лишь 40% родивших стали мамами впервые. В своем выступлении президент отметил, чтобы залечить демографическую рану прошлого, необходимо продлить программу материнского капитала еще на два года. Как еще поддержать молодых мам в нашем регионе, представители профильных учреждений обсудили в Железногорске. Курская область на втором месте по рождаемости в ЦФО. Железногорск один из самых плодовитых. Здесь появляются на свет настоящие богатыри. Средний вес малышей 3400 граммов. Рост 53 сантиметра. Показатели выше, чем по региону в целом. Последние три года рождаемость остается на одном уровне с незначительными колебаниями. Это 1200-1300 родов в год. Это что составляет в принципе одну десятую всех родов Курской области. По всей стране женщины стали охотнее приходить в родильные дома во второй и даже в третий раз. Во многом благодаря государственной поддержке. Почти 10 лет действует программа родовых сертификатов. Это дополнительное финансирование медучреждений. При рождении ребенка и по уходу за ним выплачиваются пособия. Поддерживают тех, кто обращается в женскую консультацию на ранних сроках. Сумма небольшая, там менее 600 рублей. Но эта сумма выплачивается вместе с пособием по беременности и родам. И является стимулирующей выплатой для того, чтобы женщина также заботилась о своем здоровье и о здоровье своего малыша. Валерия Митина росла в многодетной семье. Теперь четырежды мама. Для меня понятие семьи это такое большое шумное собрание, где ты знаешь, что ты не один, что у тебя есть братья, у тебя есть племянники, у тебя есть мама, папа, тети, дяди. Я не представляю, что если бы у нас был один ребенок, он сейчас вырос, улетел из семьи. Что бы мы делали? Для чего бы мы жили? В нашем регионе за последние пять лет количество многодетных семей выросло на треть. Сегодня их уже более 8 тысяч. Когда происходит такое в мире, самое главное нам сохранить наши традиции. А русская семья, в России семья, многонациональная Россия, она всегда была многодетной. И сейчас нам говорят, чтобы выйти на воспроизводство населения, сохранить вот эти темпы, которые идут, у нас по крайней мере порядка 50% семей должны быть трехдетные. Чтобы сохранить прирост населения, важно активизировать молодое поколение. Возможно, в образовательных учреждениях даже появится новая дисциплина – семьеведение.